3 подписчикам и гостям я джетли и сегодня у нас будет супер короткое видео я видите даже свет не выставляла про таблетки до этого момента я пила хлор протексен седолит венлофоксин и арепепрозол же да правильно арепепрозол вот седолит не поменяли с вальпроевой кислоты потому что вальпроевая кислота что-то как на меня не очень хорошо действовала она там имеет некоторые павочки которые мне лично не нужны вот поэтому седолит и сейчас мне снова немножко изменили программу так сказать теперь я пью гидроксизин канон ну гидроксизин как бы да это от панических атак потому что они у меня участились и теперь когда у меня будет паническая так там на работе или где-нибудь еще я смогу выпить таблетку и меня и не будет поэтому дулаксин то капсулы кишечно растворимые кажется с моей нынешней проблемы они мне не помогут ну ладно по сути это тот же венлофоксин но гораздо менее действенный то есть это аналог флокситина но с эффектом венлофоксина просто вот эта таблетка равна половинке венлофоксина потому что венлофоксин на целой таблетки я сейчас пить не могу меня с него размазывает у меня не так уже сильно все мои плаксивости перестали выражаться в такой сильной форме в которой они выражались поэтому мы решили понизить нашу дозу и в принципе все должно быть замечательно далее у нас идет зелаксера тот же арипипрозол просто более дорогой аналог вот я ее пила но пила когда меня пытались лечить от другого заболевания и я знаю что три таблетки для меня это уже не норма это просто какой-то капец поэтому я пью одну таблетку в принципе мне сейчас всего по одной таблетке сказали пить и переключаться с венлофоксина на дулаксенту тоже осторожно то есть пить перекрестна потому что иначе будет синдром отмены и будет очень неприятно то есть венлофоксин пол таблетки пить на ночь дулаксенту утром и все эти лекарства они в принципе утренний кроме гидроксизина вот плюс еще я продолжаю пить седолит но седолит по две таблетки то есть одну таблетку утром и одну таблетку вечером и из-за этого в принципе мне тоже должно полегчать я очень много стала не думать о последствиях приема таблеток поэтому и я решила попробовать лазерную липосакцию конечно же я постараюсь это записать если она мне будет помогать я обязательно скажу и так как мы перешли на лекарства которые мне минимизируют набор веса возможно я просто чего-то не замечаю чего-то упускаю в своем питании еще в чем-то может быть это конечно я виновата да в том что я вес набираю но будем пытаться его скидывать если не теми методами которые нам были доступны самыми так сказать очевидными то будем пытаться скидывать вес методами которые нам были совершенно не очевидны и о которых мы узнали совсем недавно возможно у меня опять повышенный пролактин он в принципе был на верхней отметке допустимого значения поэтому возможно он повышен вот но и не стоит отбрасывать такие факторы как некоторые другие мои заболевания о которых если вы смотрели старые видео вы конечно же знаете потому что я не говорила вот если не смотрели старые видео пожалуйста посмотрите потому что это поможет вам немножко лучше меня понять оставляйте комментарии там все дела под этим видео тоже оставляйте комментарии если вы пьете какие-то лекарства если вам изменили схему пишите какие лекарства вы принимаете также я помню что зилоксера нельзя быстро уходить потому что это вызывает опять тот же самый набор веса вообще от меня это лекарство конечно не стоит правильно я об этом вам уже говорила я это уже на своей шкуре пробовала поэтому просто остается катиться по накатанной принимать лекарства дальше пока врач сам нас них не снимет в принципе я наблюдаю такую тенденцию что в последнее время мне стало гораздо лучше чем до этого было но голоса остаются и остаются некоторые галлюцинации ну тактильные например обонятельные вкусовые вот это вот я хочу вам рассказать еще что я буду записывать в мае трек который я был уже на бусте как только он будет готов а потом уже сюда возможно в мае мы наконец-то закончим наш клип это уже звучит как сказка какая-то или и для моих ушей будет если клип закончим сделаем выложим будет великолепно надеюсь вы его ждете и пожалуйста делитесь моими видео в соцсетях там с друзьями может быть это поможет мне немножко так сказать подтянуть трафик потому что видео я выпускаю довольно редко если вы хотите мне помочь вы можете помочь вот этим а я может быть когда-нибудь помогу чем-нибудь вам все на этом я с вами прощаюсь всем хорошего настроения всем приятного времяпрепровождение там хорошего времени сутки я уже не говорю да но если у вас день то хорошего дня если вечер то хорошего вечера всем удачи и всем